Первая мультиформатная встреча педагогов, специалистов и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья прошла в семейном центре имени Мечерякова. В числе участников – Центр «Время надежды», Коррекционная школа номер 7 и представители других социальных учреждений округа, которые дают особенным детям возможность получать необходимое медицинское сопровождение и образование. Задача в основном, конечно, ответить на те вопросы, которые есть у родителей, проживающих в нашем муниципальном округе. И помочь им найти какие-то пути, решения, что-то подсказать, чтобы они имели лучшее представление о том, что есть у нас в городе. Ну и, безусловно, это взаимодействие педагогов между собой. Как записать ребенка в то или иное учреждение, по каким программам работают педагоги. Важно, чтобы родители знали, куда обратиться за коррекционной и адаптивной помощью. В Сергеево-Пасадском округе усилиями разных организаций детям СОВЗ оказывается весь основной спектр необходимых услуг. Моему сыну 8 лет. Нам уже нужно активно думать об обучении, думать, какое наилучшее образование мы сможем ему дать. Поэтому я пришла сюда послушать, какие организации у нас в округе есть, какие варианты для дальнейшего развития мы можем найти. Ну и, соответственно, выбрать лучший. Подобные мультиформатные встречи семейный центр имени Мичерякова намерен проводить регулярно. По словам организаторов, все зависит от запросов и нужд родителей. Наверное, лето, август, перед сентябрем самое время собраться. Не знаю, возможно, еще по весне было бы неплохо такие встречи проводить, чтобы на следующий год уже планировать. Для ребят, кто перешел порог совершеннолетия, в семейном центре строится корпус постинтернатного сопровождения. Он рассчитан на 100 человек и будет обеспечен местами для проживания, обучения и профессиональной адаптации. Строительство объекта курирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Михаил Зуйков, Михаил Кирсанов. Программа События.